Ребята, я на две ночи остаюсь. У меня план сегодня дойти до вокзала. Я надеюсь, потому что у меня сегодня встреча здесь с представителем школы мадридской. Школа Наша Вилла. Это порядка 15 минут. Может быть, я еще попаду на Атлетико Мадрид. От наших партнеров. От Атлетико Мадрид. На стадион. Не знаю, будет ли игра. Потом, что я хочу сделать? Я хочу отправиться в Толедо. Исторический город. Очень классный. Блин, здесь ширина между зданиями по полтора метра. А завтра я отправляюсь в Валенсию. Но про Валенсию будет отдельный выпуск, поэтому, если вам интересна Валенсия, Испания, то, ребят, подписывайтесь, смотрите, и я буду делиться, показывать вам достопримечательности вообще. Да, Дмитрий. Добрый день. Привет, Дмитрий. Приветствую еще раз. Привет. Смотри, билеты есть. Я все взял. Где-то через 20 минут я смогу тебя забрать в районе отеля. А у тебя откуда получается вот этот шарик? Этот шарик из Атлетико Мадрида. Подписи все, да? Подписи всех. Это тебе просто подарили его? Ну, не мне. Это подарили школе, нашим партнерам. Наши партнеры подарили это нашей школе, Темс Бритиш Скул. Дим, а мы сейчас, получается, идем на стадион, и что, какой у нас план? Мы идем на стадион, на стадион Атлетико Мадрид. Наш план посмотреть, как живут наши партнеры, и как можно студентам здесь потренироваться. Ребят, мы, значит, с Димой отправляемся в Атлетико Мадрид. Дима успел сегодня организовать билеты на Атлетико. Почему идем мы именно на Атлетико? Ну, Испания, Мадрид, это футбол, поэтому Атлетико это топ-10 в мире, поэтому возможностей очень много, и вот, пойдем посмотрим. Так, Дима сделал мне уже эти онлайн билеты для Атлетико. У меня забрали камеру, ребята, у меня забрали камеру, но они не знают, что у меня еще три камерца. Ага, вот, спасибо. Спасибо. Ну, first of all, welcome to Atletico и Мадрид. Атлетико Мадрид был основан 26 апреля 1903 года группой баскских студентов, живущих в Мадриде. Первоначально он был создан как молодежное отделение Атлетик Бильбао, еще одного баскского футбольного клуба. Идея заключалась в том, чтобы клуб предоставил Атлетик Бильбао многообещающих молодых игроков, поскольку в то время клуб из Бильбао мог выставлять только баскских игроков. У клуба есть несколько прозвищ. Его часто называют Лос Кольчинерос, матрасы или матрасники, потому что раньше их комплекты формы производились на фабрике матрасов. Также они известны как Лос Рохи Бланкос, из-за их футболок красно-белого цвета. Я, короче, тренером буду. Как будет Егор с Симеоном? Сейчас посмотрим. А вот еще VR, пожалуйста, сразу же. Короче, VR-очки лежат, наверное, чтобы почувствовать себя на игре. А, о, короче, тут, получается, одеваем VR-очки и стадион. Сейчас ребята как будто бы выбегают на поле, тренировка. Короче, я сейчас на тренировке нахожусь. Ребята, а вот так выглядит комната для вот этих пресс-конференций. То есть, когда снимают, отвечают на вопросы журналистов. Здесь вот, допустим, сидит футболист или тренер. И вот сидят журналисты, комната для журналистов, где они задают... Вот та девушка в красной блузке. Святая святых, раздевалка. Changing room, да, это как переводится? Ну, слушай, раздевалка. Раздевалка. Атлетика Мадрид. Раздевалка. И здесь сразу же развешивают футболки, где они переодеваются. У одного из футболистов, Атлетика Мадрид, учится дочка в школе. Блин, ну круто. Атлетика Мадрид добился многих успехов. Как внутри страны, так и за рубежом. Несколько раз они выигрывали титул чемпиона Ла Лиги. Последние из которых были одержаны в 2014 и 2021 годах. Они также много раз выигрывали Кубок Испании. На международном уровне они несколько раз выигрывали Лигу Европы UEFA и доходили до финала Лиги Чемпионов. Хотя в последнем победу одержать им не удалось. После тура по стадиону, здесь вот прям рядом с входом музей. Такой интерактивный, видите всякие тут телеки, не знаю, что это такое. А, ну просто логотипы. Ну-ка, в общем, тут надо заполнять анкеты, потом будут присылать маркетинговые предложения. И звонить колл-оператору из Атлетика Мадрид 2. Так, тур закончен. Через такие вот воротца нам надо теперь в магазин. Диме надо взять футболку для одного из их выпускников. Будем его радовать завтра. Номер. Я плачу за этот номер за две ночи. Получается у меня 212 евро. Что, в принципе, нормально. Это самый центр. Тут рядом Королевский дворец. Пласса рояль, по-моему. Пласса рояль, да, называется. Тоже Королевская площадь, Королевский дворец. Короче, все здесь Королевская. Все здесь рядом. Номер у меня тоже Королевский. Ну, короче, номер небольшой, но стильный. Мы же с вами стильные ребята. Небольшой рун-тур. Небольшой, да? Значит, вот это моя дверь. Откуда я пришел? Вот мои ноги, которыми я шел. И, значит, здесь сразу же, не отходя от кровати. Вот так вот красивенько здесь сделано, да? Не отходя от кровати, у меня раковина. И сразу же туалетно-душевая комната. Вот так это все выглядит. Очень прикольно. И вот так, значит, я развесил свои некоторые вещи. Зарядки рядом, да? Такие зарядки. И есть USB-шные. И с той стороны, по-моему, тоже. Да, с той стороны такой же компот у нас. Вот. И стандартные зарядки. Любые переходники никакие не нужны. Там у меня балкон. Балкон. Ну, если вы как бы видите номер, который 12 квадратов, да? Скорее всего, как и ваш туалет, да? Или ванная комната. Балкон здесь можете представить, каких размеров. Ну, вот таких. Но выйти туда можно. Он чуть-чуть выпирается. Сантиметров на 30, наверное. Выход во двор. Внутрь. Да? Кто-то скажет, ну, вида нету, хочу вид. Вид круто. Но, ребята, если вид в центре Мадрида у вас, это шум такой, что трындец. Здесь много таких очень узких улочек, где всего по одной линии, это вот в центре. И грузовики пытаются еще заворачивать, разворачивать. Часто из-за этого создаются пробки. Выходишь и сразу в такой трафик попадаешь. Но на самом деле трафик, он просто максимально искусственно созданный. Просто улицы очень узкие. И что им делать? Куда им деваться? Некуда. А грузовики, им тоже некуда деваться. И, кстати, здесь везде кофухи рестораны, в основном китайские. Вот Хонконг, тут, допустим, китчин есть у нас. Короче, много всяких китайских, гонконгских. Сейчас я приехал к вокзалу Аточа. Это главный мадридский вокзал. Отсюда я еду в Толедо. До Толедо полчаса. Мне нужно прыгнуть в поезд. Отсюда отходят поезда. Толедо. Ребята, это красота. Это исторический город рядом с Мадридом. Можно считать, что как пригород Мадрида. Толедо. Толедо. Продолжение следует... 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 Очень-очень крутой город. Посмотрите на эти улицы. Блин, здесь ширина между зданиями по полтора метра. И вот так вот походить мне это чем-то напоминает Мальту. На Мальте тоже есть такие улочки. Крутые. Не знаю, не припомню похожего города. Вот так, чтобы вот такие улицы были. Не знаю, если вы где-то были в местах похожих, напишите. Очень интересно. Алькасар де Толедо. Дворец в Толедо. Представляет собой уникальное сочетание архитектурных стилей благодаря своей долгой истории и многочисленным реконструкциям. Он уместил в себе элементы римской, вестготской, мавританской архитектуры и архитектуры эпохи Возрождения. Находясь здесь, вы увидите разнообразные влияния, которым он подвергался на протяжении многих лет. Дворец расположен на самой высокой точке Толедо, что обеспечивает ему стратегическое преимущество. Замок имеет высоту примерно 50 метров от своего основания до вершины самой высокой башни. Его расположение на вершине холма позволяло лучше наблюдать за окрестностями и служило оборонительным плотом во время различных военных конфликтов. Алькасар де Толедо интересен еще и тем, что сейчас здесь находится музей армии. Вы можете увидеть обширную коллекцию военных артефактов, оружия и исторических экспонатов, рассказывающих о военной истории Испании. Спустя 2 часа, короче, меня не научил урок, что здесь может резко начать идти ливень, когда я приехал на вокзал. Короче, я уже полностью мокрый. Это, кстати, я взял не простой бутерброд. Это бутерброд с хамоном, настоящим испанским, с сыром. И они как еще делают? Ты берешь вот этот бутерброд, и они тебе его поливают оливковым маслом, томатным соусом, и дают хамон, сыр, очень вкусный хлеб на самом деле. Классный, свежий. Я хочу напомнить, что у меня есть два YouTube-канала. Смапс Удикейшн про зарубежное образование и, собственно говоря, вот этот канал, на котором вы смотрите этот ролик. И, пожалуйста, не забывайте подписываться и ставить лайк роликам, если вам они нравятся. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Продолжение следует...